Всем привет дорогие друзья! Сегодня речь пойдет у нас опять про датчики, ведь это основа умного дома. Но датчик этот не простой, а с экраном способен не только отображать текущую температуру и влажность, а также является датчиком освещенности. А это значит, что верно, это значит, что на один датчик можно повесить более различные сценарии автоматизации, в том числе и по освещению. Давайте поближе познакомимся с этой новинкой, от эко-системы умного дома Туя и применим его автоматизацию в нашей жизни. Поставляется в обычной коробке, без никаких надписей и картинок. Внутри в пластиковом боксе находится сам датчик. Рядом инструкция по применению. Инструкция полностью на английском языке, с четким описанием и цветными иллюстрациями. Также в инструкции описаны основные характеристики нашего датчика. Работа от двух батарей типа АА, пальчиковый протокол в ZigBee, изменение температуры в диапазоне от минус 10 до 60 градусов по Цельсию, влажность от 0 до 90 и яркость до 157 тысяч люкс. Сам датчик компактным я не назову, но это сделано скорее всего для удобства использования, так как датчик не только можно крепить на стену, но устанавливают без проблем на столе или тумбочке. При установке на горизонтальную поверхность дисплей немного наклонен для более удобного считывания информации. В верхней части датчика расположились две кнопки, сброс и переключение показаний с градусов по Цельсию в Фаренгейте. Между ними отверстие для датчиков нашего прибора. В задней части крышка батарейного отсека и два ушка для крепления нашего датчика на вертикальную поверхность. Аккуратно поддеваем и отщелкиваем крышку батарейного отсека. Батареи в комплекте нет, устанавливаем свои. Для быстрой замены батарей достаточно потянуть за небольшие полоски, закрепленные в отсеке батареи. Также внутри датчика есть встроенный зумбер. В отличие от подобного датчика, который я обозревал ранее, дисплей тут не на жидких чернилах, а обычный жидкокристаллический дисплей, который в отличие от дисплея на чернилах является более энергозатратным. Видно с этим и связана установка H2 батарей AA в наш девайс. Основное место выделено для отображения температуры и влажности. В левой части сила сигнала ZigBee, в правой части заряда батареи. Для отображения параметров освещения в этом датчике выделили совсем небольшую строчку, я считаю правильным, так как для потребителя по сути эти данные не сильно и важны в плане их отображения на дисплее. Углы обзора в горизонтальной плоскости довольно неплохие, а вот при отклонении по вертикали видимость параметров ухудшается, но все равно остается читабельной. Размеры датчика ставят ширина 83 мм, максимальная толщина 32,6 мм и высота в районе 53 мм. И давайте разберемся, сможет ли датчик температуры показать значение ниже 10 и выше 60 градусов по Цельсию. Для этого я его заморожу в морозилке. Прошло более получаса пребывания в морозилке и что мы видим? Минус 12,5 градусов, все-таки больше чем минус 10 точно рисую. Так что в принципе, друзья, минусовые температуры переносят нормально и даже больше чем порог значения минус 10, указанных в характеристиках. Если датчик нагреть, то видим. Ну что ж, скипите ли мы датчик и он умер. По всей видимости, но видите, нет, не умер. Поэтому максимальное значение 58,3 мм, но на самом деле было здесь намного ярче, намного жарче. Сравним замеры освещения. Для этого я беру люксометр и смотрим на него и на датчик. 260 2600 люкс, тут у нас показывает 3700. Как видим, датчик не является точным прибором для замеров. Но подобное происходит со многими датчиками освещенностей и супер брендовыми также. Ведь все же их задача не измерение, а по сути автоматизация на основе освещения. Для добавления устройства в экосистему умного дома Smart Life или Tuya Smart просто вставляем батарейки и устройство автоматически переходит в режим сопряжения. Если этого не произошло, удержим кнопку Reset, пока скрытый от глаз светодиод не начнет мигать. Жмем синий плюсик в верхней части приложения и выбираем любое устройство с протоколом ZigBee. Если у нас больше одного шлюза, выбираем нужный. У меня только один, поэтому выбираю его. Спустя несколько секунд устройство будет найдено и добавлено в экосистему умного дома. Напоминаю, что для подключения этого датчика нужен шлюз с поддержкой протокола ZigBee. Ссылка на этот датчик и шлюз в описании под видео. При необходимости можно переименовать устройство, что я и сделаю, чтобы не путаться при создании автоматизации. На главном экране девайсов моего умного дома отображается температура и влажность. Это плюс, ведь можно даже не заходить внутрь плагина для просмотра. Мне сразу пришло ПО-обновление для нашего датчика. Я его обновил. В левой части отображение текущего заряда батареи. Чуть ниже строка с состоянием. Мол, сейчас температура и влажность в зоне уровня комфорта. Все ок. Под ней отображается текущая освещенность нашего датчика. Странно, что показывает 0, при этом у нас 170 сейчас. Возможно, просто еще не обновились данные. При этом данные 23,4,51,7 влажность и температура уже полностью обновились. Со временем в статике записи истории будет отображаться максимальное и минимальное значение измеряемых параметров. Ниже сразу доступ к различным сценариям и кнопка настроек. Можем просматривать статистику изменений в разряде дня, месяца или года. Со временем она станет накапливаться и будет рисовать график. Можно отдельно выбрать день и месяц и просмотреть данные за этот день. Настроек немного, но они есть. Можно изменить отображение температур как в градусах Цельсия, так и Фаренгейта. Можно установить биппер сработки при понижении или повышении температуры или влажности. Для этого вначале необходимо задать этот параметр в параметрах. Что касается температуры, то максимально можно выставить минус 10, а максимально не более 60 градусов. Что касается влажности, то от 0 и до 100%. Также можно отдельно выключать сработку встроенной биппера на датчике. Даже не знаю, зачем такая настройка есть, а все можно сделать с помощью автоматизации, в том числе как пушевое уведомление смартфона. Изменение всех параметров происходит очень быстро. Стоит только дыхнуть на датчик, как сразу показатели влажности температуры меняются. То же самое касается и датчик освещенности. Хотя он немного медленнее. В приложении данные передаются точно так же достаточно быстро. В плане автоматизации этот датчик все же дает фору простым датчикам влажности и температуры, ведь у нас появилось новое условие для автоматизации, а именно освещенность. Перейдя в настройки автоматизации, выбрав наш датчик, видим, что параметров для автоматизации даже более чем надо. Начиная от сработки уровня заряда батареи, сработки алярма на температуру или влажность, заканчивая возможность изменения статуса встроенной пищалки. Но основные параметры для автоматизации это у нас текущая влажность, температура и освещенность. По сути, три независимых сущностей, на основе которых мы можем задавать правила работы умного дома. Все параметры мы можем создавать или менее нужного значения, или когда значение будет равно, или выше, будет выше заданного параметра. Причем, если выбрать освещение, то параметр максимум будет равен 1 миллиону. Допустим, при превышении температуры мы включаем кондиционер, при превышении влажности реле, управляющей вытяжкой. А при отсутствии освещения, включаем небольшой светильник. Этот датчик наиболее идеально подойдет в ванную комнату или детскую. Мы можем наглядно смотреть за температурой в комнате, а в плане автоматизации создать включение обогревателя, если холодно, кондиционер, если жарко, если влажность недостаточная, включаем увлажнитель, если избыточная, то вентиляцию. Если у нас нет солнечного света, то включаем розетку, в которой включен ночник. И в целом получился достаточно информативный и функциональный датчик в систему умного дома. К минусам отнесу я только экран. Все же бы хотелось на электронных чернилах, а не привычном LSC-дисплее. По поводу размера тут же, ребята, решайте сами. По сути, его позиционировали как датчик на тумбочку или стол. Но ничего не помешает нам его повесить на стену, правда, придется вешать на гвоздики или саморезы. Также, ребята, напоминаю про телеграм-канал, где вы найдете новинки по системе умного дома, скидки акций, прочие купоны. Там же ответы на все ваши вопросы. Там же у нас решение других вопросов и общение. Не забывайте поставить лайк видео, если оно вам понравилось. Подписаться на канал, впереди у нас еще много чего интересного. Всем спасибо за внимание, всем всего хорошего, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok